Здравствуйте! С вами миссионер Сергей Комаров, и мы говорим о трудных местах Евангелия. Рассказывая о Рождестве Христовом, Евангелист Матфей приводит в своем Евангелии ветхозаветное мессианское пророчество. А все сие произошло, да сбудется реченное Господом через пророка, который говорит, «Се дева во чреве приимет и родит сына, и нарекут имя ему Эммануил», что значит «с нами Бог». Взято оно из книги пророка Исаии. Итак, сам Господь даст вам знамение. «Се дева во чреве приимет и родит сына, и нарекут имя ему Эммануил». Возникает вопрос, почему Мессии наречено имя не Эммануил, согласно пророчеству, а Иисус? Попытаемся разобраться с помощью святых отцов и церковных писателей. Прежде всего, обратим внимание на слово «нарекут». Святитель Иоанн Златоуст пишет, «Не сказано наречешь, но нарекут, то есть народы и самые события». Здесь заимствуется имя от происшествия, как и свойственно писанию «происшествия употреблять вместо имен». Итак, слова «нарекут Эммануил» означают не что иное, как то, что увидят Бога с человеками. Действительно, в Библии часто употребляется этот прием наречения имени как обозначения будущего события. Например, пророку Исаии Бог приказал, «Возьми себе большой свиток и начертай на нем человеческим письмом – магер шелал хашбаз». Необычное для русского уха словосочетание «магер шелал хашбаз» в дословном переводе означает «спешит грабеж, ускоряет добыча». Затем Господь повелел пророку назвать так своего новорожденного сына и прокомментировал, «Ибо прежде, нежели дитя будет уметь выговорить «отец мой, мать моя, богатство дамаска и добычи самарийские понесут перед царем ассирийским». Получается, вначале Господь выразил еврейскому народу предупреждение, которое Исаия написал на свитке, очевидно, для публичного показа, а потом велел пророку назвать так сына, вознаменование того, что дамаск и самария будут разрушены и разграблены царем ассирийским. Имя в данном случае означало «будущее событие». Толкователь Ефимий Зигабен понимает имя сына Исаии как пророчество о Христе. «Спешит грабеж, ускоряет добыча», а в греческом переводе «скоро пленил, нагло расхитил». Указывает на то, как Христос победил дьявола и пленил всех пленных, каких тот имел, и «расхитил», то есть отнял сосуды дьявола, грешников, которые покаялись и уверовали во Христа. Или, например, Господь часто меняет имена людям Завета, показывая новое направление их жизни. Авраам, высокий отец, становится Авраамом, что значит «отец множества народов». Иисус Новин первоначально носил имя Осия – освобождение, спасение, но был переименован Моисеем в Иисуса, что значит «яхвы спасают». Это переименование указывает на Иисуса Новина, как на прообраз Иисуса Христа. Иоанн Богослов и его брат Иаков нарекаются «сыны Громовы», по-гречески «вуанергес», что говорит о силе их будущей проповеди. Имя Эммануил, с нами Бог – это тоже имя события. Какое событие? Приход Бога на землю. Не следует думать, что пророчество не исполнилось, если пророк говорит «нарекут ему имя Эммануил, а Мессию назвали Иисусом». Эммануил – имя не собственное, а нарицательное, символическое. Бог сошел на землю и стал жить с людьми, и люди теперь могут говорить «с нами Бог». Ефимий Зигабен замечает, «нарекут имя кто? Разумеется, все, которые уверуют в него. Однако никто не назвал его Эммануилом. По имени никто, а на деле все. Ибо верующие, что говорящий с ними есть Бог, когда веровали этому, соглашались, что с нами Бог, хотя и обращаются между нами как человек. Это и значит Эммануил». Какая интересная мысль. Получается, всякий верующий во Христа человек самой своей верой называет Христа Эммануилом. Посмотрим, что говорят об этом святые отцы. Святитель Филарет Московский пишет о Господе Иисусе Христе. «Его дела, его божественное учение и чудеса сделают то, что все люди, все народы, все в него уверовавшие, нарекут его Эммануилом, то есть будут говорить о нем «с нами Бог». Ибо хотя Бог и всегда был и пребываясь с человеками, но еще никогда он не был с ними так, видимо, близко». Святитель Василий Великий замечает, что имя Эммануил как раз и позволяет назвать пророчество о рождении Христа вестью о знамении. Ежели знамение есть показания чего-либо чудного и отличного от общего обыкновения людей, то удивительно ли, чтобы одна из многих женщина, живущая с мужем, стала матерью отрока? И как бы рожденное от похоти, плотские, могло быть наименовано Эммануилом? Поэтому, если даруемое есть знамение, то и рождение да будет необычайно. А если образ рождения отрока обыкновенный, то не называй знаменем, не именуй и Эммануилом. Посему, если рождающая не дева, то какое это знамение? Если рождение не божественнее, чем у прочих, то почему это пришествие Эммануила? Очень красиво развивают мысль об имени событий святитель Филарет Московский. «С нами Бог во Иисусе по самому воплощению, поскольку в нем естество божеское и наше человеческое соединены нераздельно и неслиянно, и потому он не стыдится, как говорит апостол, называть их братьями. «С нами Бог во Иисусе по искуплению, поскольку без Иисуса с нами был грех, с нами был дьявол, ибо кто делает грех, тот от дьявола, но Иисус пришел и избавил нас от греха и дьявола. С нами Бог во Иисусе по дару Святого Духа, поскольку Сын Божий умолил Отца, да пребудет с нами вовек Дух истины. С нами Бог через Иисуса, поскольку верою вселяется Христос в сердца наши. С нами Бог через Иисуса, если мы совершенно предаем себя Ему, поскольку тогда живем уже не мы, но живет в нас Христос». Немного другой акцент ставит святитель Амвросий Медиаланский. «Слово, которое восприяло плоть, обитало в нас, то есть обитало в человеческой плоти, и потому он назван Эммануил, то есть с нами Бог». Согласно Новому Завету, у Спасителя много имен. «Бог, Иисус, Господь, Сын Божий, Слово Божие, Сын Давидов, Сын Человеческий, Христос, Агнец Божий, Примиритель, Искупитель, Новый Адам, Альфа и Омега, Первые и Последние, Царь Иудейский, Посредник, Ходатай, Учитель, Пастырь Добрый, Солнце Правды, Галилеянин, Назарей. Обратим внимание и на эти слова Исаии. «Ибо младенец родился нам, сын дан нам, владычество на раменах его, и нарекут имя ему Чудный, Советник, Бог Крепкий, Отец Вечности, Князь Мира». И еще «В те дни Иуда будет спасен, и Иерусалим будет жить безопасно, и нарекут имя ему Господь, оправдание наше». А вот знаменитое место, в котором Христос называется отраслью. «Вот наступают дни, говорит Господь, и воставлю Давиду отрасль праведную, и воцарится царь, и будет поступать мудро, и будет производить суд и правду на земле». Каждая из этих имен указывает на какую-нибудь особенность личности или служение Христа. Так и в том месте, которое мы исследуем, Исаия предсказал не собственное имя Христа – Иисус, а присутствие Бога в мире после Его воплощения. Давайте также проясним исторический контекст пророчества. Каким образом рождение Эммануила Христа могло быть знаменем для времени пророка Исаии? Слова Исаии были сказаны иудейскому царю Ахазу по случаю нашествия на Иудею царей сирийского и израильского. Пророк уверяет, что замыслы врагов не сбудутся, и в подтверждении произносит слова пророчества. Полностью оно звучит так. «Итак сам Господь даст вам знамение. Все девы во чреве примет и родит сына, и нарекут имя ему Эммануил. Он будет питаться молоком и медом, доколе не будет разуметь отвергать худое и избирать доброе, ибо прежде нежели этот младенец будет разуметь отвергать худое и избирать доброе, земля та, которой ты страшишься, будет оставлена обоими царями ее». Общий смысл таков. Дон Давидов не лишится царства, ибо из него во время свое от девы должен родиться мессия. До тех пор царствующий род Давида не прекратится, и нынешние враги не причинят никакого значительного зла. Отдаленное будущее события пророк представляет знаменем или доказательством ближайшего будущего. Данную мысль можно выразить и так. Пророк, предсказывая высочайшем благодеянии Божьем, воплощении Сына Божьего для спасения людей, тем самым хотел сказать, что иудеи и дом Давида тем более могут надеяться на гораздо меньшее благодеяние – избавление от агрессии соседних царей. Исайя говорит об Эммануиле. То есть до предсказанного опустошения сирийского и израильского государств пройдет не больше того времени, сколько нужно от рождения Эммануила, до раскрытия в нем способности к осознанному развлечению, доброго от лукавого, полезного от вредного. Имеются в виду те несколько лет, за которые ребенок вырастает до более-менее осознанного возраста. Блаженный Иероним Стридонский объясняет значение имени Эммануил не только в связи с рождением Христа, но и в контексте времени Исаии. Также блаженный Иероним приводит мнение современного ему толкователя, что пророк Исаия имел двоих сыновей – Иосува и Эммануила. Иосув переводится как «оставленный» или «обращающийся», что означает иудейский народ, оставленный Богом, но впоследствии имеющий возможность обратиться к Нему. Второй же, Эммануил, означает призвание язвичников в христианскую церковь. Интересно, что в восьмой главе книги Исаии земля иудейская названа землею Эммануила. Снова аргумент в пользу того, что пророк обозначил словом Эммануил – будущего мессию, подчеркивая его божественное достоинство. Во многих других местах истинным царем и владыкой земли иудейской у Исаии называется сам Бог. Бог и Эммануил для Исаии – понятия равнозначные. Дальше евангелист Матфей еще много раз будет обращаться к Ветхому Завету, чтобы показать, что в Иисусе Христе исполнились ветхозаветные пророчества. Во всем его Евангелии 12 формул исполнения, наподобие первой «А все сие произошло, да сбудется реченное Господом через пророка» и 47 цитат из ветхозаветных книг. Об имени Эммануил Матфей косвенно напомнит 28 главе. Иисус пообещает ученикам, что прибудет с ними до скончания века. Итак, евангелист Матфей для доказательства мессианства Христа привел пророчество Исаии, где Христос называется именем нарицательным – Эммануил, с нами Бог. Это имя обозначает событие, приход Бога на землю. В этом имени святые отцы видят указание на божественность Христа. Данное место имеет толкование как ветхозаветно-историческое, так и новозаветно-мессианское одновременно. На этом мы с вами прощаемся. В следующих выпусках мы продолжим искать ответы на трудные места Евангелия. До свидания. С вами был миссионер Сергей Комаров. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова